Дом рядом с морем. Ну кому не нравится такое сочетание? А если ты житель большого города, то такой природный ландшафт – безусловный плюс к комфортному проживанию. И вот что интересно, в столице Дагестана этот фактор на стоимость квадратного метра не влияет. Ведь добраться до пляжа из любой точки города можно всего за 20 минут. Именно поэтому семья Абдурахмановых решила не менять район. Купили квартиру там, где прошло детство. Тем более недавно здесь построили хороший спортзал, где тренируется 9-летний Саид. О, пришел, сынок? Как потренировался? Плохо. Не устал? Устал. Раньше семья с тремя детьми жила в однокомнатной квартире. Малышам приходилось спать на одной кровати. Однушку, как и нынешнюю трешку, брали в ипотеку. 20-летний кредит удалось выплатить за 4 года. И даже переплата из-за процентов оказалась незначительной. Мы в 2009 году купили за миллион сто, сейчас эти квартиры уже подорожали, уже полтора миллиона. Здесь ничего не проиграли даже. Северный Кавказ – регион с высокой рождаемостью и молодым населением. Льготная ипотека особо востребована, а материнский капитал становится первым взносом в будущее жилье. Безусловно, Северный Кавказ, мы удивляем им огромное внимание, поскольку это большое количество населения и население растущего с точки зрения демографии. Материнский капитал используется довольно часто, и он в основном используется для первоначального взноса. Я бы так сказал, что, наверное, в процентов 30, наверное, ипотечных кредитов используют материнский капитал. Материнский капитал в России с 2007 года вырос с 250 до 450 тысяч рублей. За 9,5 лет жители Северного Кавказа потратили на улучшение жилищных условий 157 миллиардов рублей. Самый высокий показатель в Чеченской республике. Грозный сегодня – это ровные дороги, аккуратные проспекты, парки, аллеи, велосипедные дорожки. По уровню комфорта столица Чечни заметно выделяется среди городов соседних республик. Активно возводить ипотечные новостройки в Грозном начали в позапрошлом году. Особой популярностью пользуются квартиры площадью от 60 до 80 квадратов. Это оптимальный вариант для многодетной семьи. Конечно же и городская среда играет далеко не последнюю роль при выборе своего жилища. Центр города уже благоустроен, есть много парков и аллей. Теперь все силы направлены во дворы. Рынок ипотечного кредитования здесь пока еще развит слабо. Ключевая проблема в банковских нормативах. При выдаче суда они отталкиваются от среднего дохода семьи. Но кормилиц в многодетной семье, как правило, один – отец. Вот и получается, что семейный доход банк не устраивает. Для повышения доступности жилья для жителей Чеченской республики было принято решение не учитывать при оценке достаточности дохода прожиточным минимумом на третьего и последующих детей в семье. Жителям Северно-Кавказского федерального округа доступны все ипотечные программы АИЖК на приобретение квартир на первичном рынке жилья, на вторичном рынке, также перекредитование имеющихся ипотечных кредитов, программа «Военная ипотека». У АИЖК одни из самых низких ставок. На первичном рынке ипотечный займ начинается от 10,75% годовых, на вторичном рынке – от 12,5%. Военнослужащие могут получить ипотеку под 11,5%. О популярности кредитного жилья на Северном Кавказе говорят и темпы строительства новых домов. За первые полугодия в Северокавказском федеральном округе построено примерно 2 миллиона квадратных метров жилья. Безусловный лидер – Чеченская республика, 679 тысяч квадратов. На втором месте – Дагестан, 444 тысячи. Ну а замыкает тройку Ставропольский край. Там введено в эксплуатацию больше 420 тысяч квадратных метров. На российском ипотечном рынке появился еще один положительный сдвиг. Банки, благодаря многолетней практике, усовершенствовали подход к оценке финансового положения заемщиков. Поэтому требования к размеру дохода удалось сократить в 48 российских регионах. На втором месте, следом за Москвой – Кабардино-Балкария. Чтобы взять ипотеку, семье достаточно получать 66 тысяч рублей в месяц. Как раз в столице республики, Нальчике, живет семья Гузиевых. Новое жилье Мохаммед и Марина решили купить именно в центре, прямо на главной улице города – проспекте Ленина. Отсюда все близко. В том числе и школа для детей – 9-летней Аланы и 6-летнего Мансура. Но пока в квартире будут жить родители. У меня родители не молодые. Я сейчас, как мужчина, смотрю за родителями. И моя семья живет сейчас, пока в родительском доме. Ну, мы, конечно же, намерены переехать сюда. На первоначальный взнос семья накопила всего за год. И проблем с выплатой не возникает. Оплата, которую мы производим ежемесячно, она как бы не такая большая. И, я думаю, большинство людей могут позволить себе… Не вредить нашему семейному бюджету. Свой ипотечный колорит есть и в Ингушетии – беспроцентная ипотека. Ее смогут получить отдельные категории граждан – те, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Такие семьи погашают банку только сумму кредита. Причем сделать это можно в течение 30 лет. Первоначальный взнос – 20% от суммы. Программа называется «Тысяча квартир». Дома строятся. Молодые семьи до 35 лет участвуют в этом проекте. В том числе и те, кто работает в бюджетных организациях, учреждениях. Поэтому, конечно, мы поддерживаем бюджет республики. Заложена эта программа. Она работает. Но не так, как хотелось бы. Ипотечный займ остается оптимальным, а порой и единственным, вариантом покупки недвижимости. Этот рынок вновь набирает обороты после затишья в 2015-м не только на Кавказе, но и по всей России. Вслед за снижением ключевой ставки банки предлагают более комфортные условия для заемщиков. ВСЖК прогнозируют – объемы жилищного кредитования могут достигнуть рекордов 2014-го. А это триллион и 760 миллиардов рублей. Так что ипотека остается одним из главных драйверов роста как для финансового сектора, так и для строительной отрасли. Редактор субтитров А.Семкин